друзья всем привет с нескольких берегов и сегодня мы займемся пушками установим их на палубу и закрепим поехали на бриге меркурий было 20 орудий 18 коронат и две пушки ранее мы уже с вами очень подробно на эту тему общались я вот так вот храню свои коронады коробочки до момента пока они не потребуются мне но вот частично уже что-то где-то отклеилась сейчас мы будем перепроверять все подправлять но надо сделать наверное уже окончательный шаг и установить их на палубу ранее я допустил небольшую ошибку а именно я посчитал что в наборе используются римы которые нужны будут нам для крепления вот они я их устанавливал но друзья нет эти римы нам потребуется для рангоута для других вещей поэтому необходимо тут будет изготовить собственные римы либо живы приобрести сделал я уже их сам за кадром сейчас надо будет мне их просто заменить то есть я разожму кольца которые у меня здесь есть и поменяю вот у нас две отдельных пушки представлены они у нас пойдут на носовую часть и 18 коронат вот у нас еще несколько коронат не обвязаны этим мы сегодня с вами и займемся подготовлены вот они сделаны изготовил я их самостоятельно из проволоки она просто изгибается и откусывается таким образом вот эта часть у нас будет заходить в борт фальшборд и вот так вот они выглядят вот такие вот хвостики я использую для обвязки они длиной семь с половиной миллиметров давайте проверим еще раз до семь с половиной семь с половиной сантиметров 75 миллиметров я опытным путем нашел это расстояние соответственно толщина канатика 0 6 миллиметров сейчас будем их обвязывать для обвязки я использую вот такое приспособление левая рука нам называется мне очень удобно зажимать канатики соответственно сначала я на вот данных сделаю по одному обуху после этого будем уже их устанавливать на орудие для обвязки бензеля я использую канатик 0 2 миллиметра свиты из этих же ниток я прохожусь немножко цена крылатом чтобы не распушить канатик друзья один из самых простых способов завязать бензель это взять так вот на пауз раз два три и вытащить этот конец третий с этой стороны вот таким образом мы получаем заготовку и остается ее только снять и одеть уже непосредственно на канат вот так вот друзья у нас попробую показать вот вышла одна сторона но по аналогии будем делать и остальные теперь чуть-чуть капелька клея и отрежем лишние кончики так же делаем и все остальные друзья вот остался у меня последний пятый хомутик смотрите я покажу еще один способ попроще наверное который существует я зажимаю вот так вот двойную двойной канатик и использую просто вот такой вот одинарный обух с маленьким коротеньким квас хвостом я его одеваю аккуратно на канатик и затягиваю длинный конец получается это наверно вот примерно вот так и теперь длинный конец я наматываю пять шесть шлагов и затягиваю сейчас я покажу но соответственно вот так он раз два три четыре и пятый я уже буду затягивать соответственно из внутренней стороны я вот здесь передергиваю канат ну то есть получается узелок что ли как обычный бензель и затягиваю его выходит вот такая вот нас история к сожалению плохо видно наверно можно его открепить вот такая история у нас получается мне этот способ кажется еще проще чем первый он позволяет экономить нитку канатик и целом на таком маленьком масштабе ну не отличишь способ которым сделан бензель я считаю что это вполне нормально теперь я каплю чуть-чуть клея чтобы узелок не развязался бензель и отрежем лишние хвостики вот у нас получилось 5 оставшихся данном случае с одной стороны увязанных тросов и сейчас мы будем уже непосредственно их устанавливать на коронады и обвязывать вторые два 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 по-моему одно все-таки. Друзья, нам сейчас необходимо с вами сделать будет кольца. Для этого я беру сверло 2 мм и просто вот так вот накручиваю. Вот такая пружинка у нас получается. Теперь откусываем и делаем колечки. Вот, друзья, у нас получается вот такие полукольца. Их сделаю я 10 штучек, как раз на 5 коронат. Теперь рымы и кольца соединяем. Кольца и у нас получается каранада в обвязке делаем то же самое с остальными так но у нас готовы уже орудия давайте наверное будем устанавливать их на палубу и начать я предлагаю традиционно с правого борта от носа корме тут у нас будет располагаться пушки и для пушек я уже заранее просверлил я покажу отверстия вот вы можете их видеть они подготовлены и сейчас нам остается только установить и зафиксировать основная задача установить их так чтобы они не вылезли с другого с другой стороны фальшборта я оставляю где-то около миллиметра полутора примерно так а Ну вот, друзья, примерно вот так вот у нас получается установка. Давайте мы продолжим за кадром и посмотрим, что получится. Ну что ж, мы установили все орудия. Я установил две помпы, ростры пока на сухую стоят. Это единственный элемент, который здесь сейчас установлен на сухую. Труба камбуза тоже у нас теперь на месте. Ну вот, друзья, давайте я, наверное, покажу, как у нас получилось. Я откат на Италии не стал воссоздавать на данной модели. Я считаю, что здесь масштаб не позволяет нормально это сделать. Он 72-й, довольно мелко это все будет смотреться, но это исключительно мое мнение. Вы можете не согласиться. Ну вот, теперь у нас получилась модель с орудиями. Что называется, во всеоружие. Данные элементы я предпочел установить на данном этапе, потому что дальше уже у нас будет идти рангоут, текелаж и все-все-все. Я максимально сейчас хочу закончить с надпалубными историями. Якорный канат в ближайшем будущем мы еще сделаем и тросы штурвала протянем. Вроде бы останется после этого только утки с куклами развесить. И в целом переходить можно будет уже на шлюпки. Сначала будем делать шлюпки и параллельно поставим стоячий текелаж. Бегущий уже будет делаться, наверное, в самом конце, чтобы ничего не мешало. Посмотрим, как будет на практике, пока планы такие. Спасибо, что посмотрели. Увидимся в следующей серии, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok